ну что стэнли так лучше этого ты хотел игру который я и пальцем не притронулся да 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 ну все я прекращаю делать что-либо для тебя с этого момента я буду творить только в угоду искусству смотри стэнли я буду кран дом я так 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 вот так нет тут тут земли ты чё так 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 чего-то не хватает вот так и последнее да фенита я сделал это стэнли посмотри узри подлинный шедевр и устрелить ничтожество своего и ты еще только снаружи видел это неполное впечатление пожалуйста пожалуйста проходи внутрь мой дом твой дом окей но не грандиозно ли идеально правда лучше наверное только когда мы должны построить алмазный дом все из алмазов пошли 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 бурить стэнли побежали сегодня мы играем minecraft ребята боже мой тут темно совсем может посвятишь немного чем я факелов нету нет 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 слишком много свободы тут я дал маху нам нужно что-нибудь что-нибудь более линейные камерных ну так чтобы чувствовать себя абсолютно никчемным эта игра не годится все новая игра подожди почему я еще не дай гол манклафт манклафт кровная жизнь ума не приложу что это за игра такая но мне она нравится никуда тебе не деться из стеклянной коробки вот и будешь слушать мою болтовню это впечатляет это по я сортал умолся бы до такого что тут вообще делать то надо не могу понять заинтриговали пойдем пойдем разберемся что тут к чему короче скорее всего разделю ведусь и эту серию на несколько поэтому как то так портал это пазл пазл критическое мышление стэнли твой выход я играл в портал гениально нет нет все достаточно надоело мне смотреть как ты играешь в эти игры и не сомневаюсь я что тебе это что-то реально даст не буду больше я свое время терять здесь все ухожу притворясь и сколько угодно что выиграл если тебе хочется от меня хватит так устраивайся тут с комфортом если у тебя вдруг появятся мысли хоть какие-нибудь мысли насчет идеальной игры ты просто складывай их к себе в башку до скончания времен так ты мне ты мне идти тут страшновато мрачновато что страшновато вижу свет вижу свет в конце туннеля 427 интересно что шум нашел если он хотел быть главным в этой истории он этого добился там внизу ну или где он там сейчас доволен ли он что так дорого заплатил за свой выбор скоро он поймет о чем я говорил ему нужен кто-то кто подведет историю к чему-то определенному среди всего этого хаоса страха и недопонимания то есть я такова моя роль в этом мире ах да я вернусь ведь иначе и быть не может когда все закончится после конца я вернусь а конец наступит скоро очень скоро я умею ждать окей что теперь за игра я на самом деле вот это прикольно была тема с майнкрафтом ведь наш майнкрафт поиграть прохождение карт обзор модов я не знаю почему у меня майнкрафт лагает майнкрафт видимо 3 на максималках не лагает майнкрафт лагает так все теперь никого не было что же случилось стэнли решил зайти в переговорную в надежде что он хотя знаете так подумал если я говорил наверно сделаю раздельное видео до дверьми переговоры фига если я сейчас и стэнли конечно знаю где там будет конец возможно сперва он решил значит мы закончим чтобы лишь надо серию любого еще не часа будет которая комната отдыха была большой стэнли не терпелось заняться делом поэтому он решил вернуться через дверь по левой стороне коридора мы идем дальше стэнли был настолько непоследователен и непредсказуем что было решительно непонятно стэнли все эти оба потеряли нить я ведь не враг тебе совсем нет я понимаю что сложно бывает кому-то довериться но ведь ты согласишься с тем что история все время была именно про тебя ты кем-то все время пренебрегаешь ты забыл о ком-то стэнли ты можешь хотя бы не каждое решение сам принимать я ведь не за себя прошу а за нее все побежали 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 вот оно стэн шанс реабилитировать себя отлепись ты от своей работы впусти ее снова в свою жизнь она ждет тебя а вмешает темнота поехали это она стэн ты должен это сделать поговори с ней если ты правда не доверяешь как самому себе о нет 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 ты что телефон выдернул это вообще не предусмотрено как ты это сделал ты вообще не то выбрал я даже и не думал что так можно сделать я тоже не думал так сейчас сейчас перепроверим нет вот написано же никакого выбора стэнли берет трубку потом оказывается в своей квартире где встречает жену сливается с ней в объятиях играет музыка потом затемнение и титры тут точно ничего нет как это вообще так получилось ничего подобного не должно было произойти я не понимаю с чего это ты вдруг стал принимать осмысленные решения ты что постой секунду ну-ка ну-ка нет я не могу поверить и как я раньше то не понял вы не стэнли вы реальный человек но я и идиот что сразу не заметил вот почему вы принимаете правильные и неправильные решения так это вы столько времени здесь бегали а я и не понимал а если бы вы еще раз неправильно выбрали да ведь так и игру можно испортить вы и в реальной жизни тоже вот так себя ведете там ведь не игра там можно такого натворить вы понимаете насколько все серьезно в общем я не могу вами рисковать я останавливаю игру и мы посмотрим обучающее видео посвященное основам безопасного принятия решений в реальном мире потому что это не шутки выбор основное преимущество реальных персон в случае неправильного использования сопряжен с большой опасностью в этом примере гипотетической реальной персона по имени Стивен стоит перед выбором Стивен может тратить годы на улучшение качества жизни граждан беднейших стран третьего мира или он может систематически поджигать каждую сироту обнаруженную в радиусе 30 километров от своего жилища что мы выбрали вы следует вспомнить что в отличие от игры в реальном мире присутствует здравый смысл и вам придется быстро принимать решения лишенные рациональной логики если вы разговариваете с персоной лишенной здравого смысла значит скорее всего эта персона нереальна дождитесь пока персона закончит говорить а затем предоставьте ей объяснение почему вы не можете продолжать беседу Попрактикуйтесь партнером боженьки мои уже 4.30 мне необходимо бежать на интимную стрижку практика и отлично регулярное принятие решений есть непременная снова любого выбора врачи рекомендуют делать выбор не менее 8 раз ежедневно просите себя вы делаете выбор чаще или реже и последнее вы задались вопросом влияет ли ваш выбор на что-либо оказывает ли он воздействие на окружающий вас мир нет ни в коем случае в бесконечности вселенной ваши мысли и ваши действия вообще не имеют и не могут иметь никакого значения а сейчас наш инструктор проведет с вами практическое занятие на основе материала изложенного в этом видео а вот и вы как вы заметили эта комната изрядно пострадала в результате созданного вами противоречия не волнуйтесь теперь когда вы знаете как правильно принимать решение мы снова окажемся перед выбором который вы сделали несколькими минутами ранее и примем верное решение сюда пожалуйста а если я повторно это сделаю и и вы же не хотите чтоб я возвращался именно назад назад мы уже знаем вашу способность к осознанному выбору и не можем позволить вам спрыгнуть с платформы и разбиться только представьте если главный герой нелепо умирает посередине повествования какой же в этом здравый смысл нам необходимо успеть доставить вас домой пока противоречия в сюжете не стали еще хуже к сожалению это место совсем не подготовлено взаимодействию с реальностью окей а чем мы потихоньку возвращаемся обратно оксине комната вы почти на месте вы входите в левую дверь выправляете повествование игра правильно заканчивается и вы оказываетесь дома в реальном мире не забывайте что вы должны делать так как поступил бы стэнли то есть проявлять сознательность и всюду следовать сценарию я уверен что вы справитесь просто слушайте что я вам говорю и все будет в порядке и так и так стэнли очутился перед двумя открытыми дверьми он не раздумывая выбрал левую дверь от правую нет зачем вы это сделали скорее вернитесь на исходную пока не стало слишком поздно она и и все равно выберу левую кубочках правую ну хочу чтобы туда всякий пошел да давай это рад елки-палки все пропало и это после всех наших разговоров про сюжет вы взяли еще испортили почему за что на кой вам так поступать вам так интересно наблюдать как игра разрушается теперь тут свалка просто все 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 напрасно ну и что мне теперь делать даже если тут и есть выход какой в нем теперь смысл все повествование разрушено что мне делать я не смогу это забыть а мне придется вы не понимаете как это тяжело с этим жить наверное теперь мне придется остановить игру навсегда вы знаете каково это выбросить всю свою работу я просто в смятении а вы чего молчите что же делать что же делать нужно тоже мне делать мне придется закрыть игру ничего другого не остается совсем Ừ. Воу-воу-воу-воу-воу-во. На что такие звуки делать страшные? Оой... Я здесь! Я всё ещё тут посреди этой свалки с вами! С мистером, который думает, что он самый умный. Ну, посмотрите по сторонам. нет больше моей игры это все что у меня было во всем мире пока вы все они разрушили чтобы улыбаетесь что тут смешного чтобы не улыбаюсь разве я не говорил вам как важно было действовать как стэн ли он-то знал как делать то что ему говорят он понимал что если я заставляю его что-то сделать значит черт возьми на это есть причина вам это и в голову не приходило да вы думаете вы один на всем белом свете да вы просто ребенок моя история вот если вы только зашли в левую дверь вы бы увидели какая она была там внизу целая подземная база вы бы ее уничтожили и выиграли как сделал бы стэнли это означает проявлять ответственность и всюду следовать сюжетный конвей я уверен что вы отлично справитесь просто слушайте что я вам говорю и все будет как надо и так оказавшись перед двумя открытыми дверьми стэнли без промедления вошел в левую дверь он понятно что я буду вправо нет зачем вы это сделали скорее верни как сделал бы стэнли это означает проявлять ответственность и всюду следовать сюжетный стак я уверен что вы отлично справитесь просто слушайте что я вам говорю и все будет как надо и так оказавшись перед двумя открытыми дверьми стэнли без промедления вошел в левую дверь хорошо погнали в левую так уж и быть однако если там быть то же самое что и было я рестарта в переговорный тоже не было никого находясь в полном замешательстве стэнли решил подняться к директору в надежде и там узнать что это случилось ахах лестницы стэнли поднялся наверх кабинету своего босса окей а этот закрыта и фига себе зайдя в кабинет директора и не обнаружив там ни одной живой души стэнли впал в отчаяние полностью сбитый с толку стэнли не знал что и думать вдруг его взгляд упал на дверь с интеркомом справа от нее ну конечно все отгадки должны были находиться за этой дверью и как ни странно он знал кодовое слово он случайно заметил на компьютере директора неделю назад ночная акула 115 открывал ли этот пароль дверь действовал ли он все еще был только один способ проверить стэнли был приучен не высовываться но сейчас он был полон решимости достойно встретить все что угодно сделать глубокий вдох сказал кодовое слово ночная акула 115 стэнли проговорил пароль ночная акула 115 он сказал это в интеркомов скую панель на стене прямо в нее прошу прощения вы наверное не расслышали меня пожалуйста скажите кодовое слово или мы так и будем здесь сидеть это обязательное условие я пытаюсь ну просто прелесть значит не скажете знаете что мне очень неприятно завести вас так далеко сюда только для того чтобы понять что вам вообще все до лампочки я что прошу слишком многого что уважение это уже много я еще стэнли ругал вот он-то понимал что такое сюжет если вам не интересно что я вам показываю на кой черт вы сюда пришли пошли бы в правую дверь у вас же был выбор шли бы туда и делали там все чего вам хочется какого черта вы сюда пошли ну говорите да скажите хоть что-нибудь объясняйтесь о чем нам не сказали тростик когда стэнли очутился перед двумя открытыми дверьми он решил войти в дверь слева стэнли эй у тебя все в порядке стэнли пожалуйста нужно чтобы ты сделал выбор зайди в дверь ты слышишь что тебе говорят ау что-то не так стэнли это очень важно ты главный герой ты должен принять решение без тебя не будет продажами ты понимаешь это или нет да в любую дверь ходить любая дверь подойдет это большевая концовка любое твое решение ну шагни ты вперед ну пожалуйста но выбери ну сделаешь ты не понимаешь как это вами ну ради меня ну ради нашей истории ну ты что оглох ты там вообще ты слышишь меня ты здесь да я здесь только я я подожду тебе нужно время чтобы сделать выбор чтобы сделать правильный выбор замечательно я подожду пока ты определишься с правильным выбором не торопись не торопись думай сколько хочешь у нас уйма времени дали идти вправо право стали право о вправо кредиты закончились шли вправо это серед о таки нет таки нет вот нас еще рестарта давай 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 в офисе никого не было что же случилось стэнли решил зайти в переговорную в надежде что он просто что-то пропустил так стоит стэнли рассеянно бродил по офису оказавшись перед двумя открытыми дверьми переговорная было совсем не там и стэнли конечно знал это возможно сперва он решил зайти в комнату отдыха чтобы лишний раз полюбоваться ею по ходу вот она комната отдыха стэнли не терпелось заняться делом поэтому он решил была настоящая концовка по левой стороне коридора и нам показали н стэнли перенится более непоследователем и непредсказуем что было решительно непонятно как его стэнли послушай меня мы кажется ультим просто летим я ведь не уже 58 минусе не и садились на меня сложно бывает кому-то довериться но ведь ты согласишься с тем что история все время было именно про тебя на весь серии каким один залпом пренебрегаешь ты забыл о ком-то стэнли ты можешь хотя бы не каждое решение сам принимать я ведь не за себя прошу за нее я бежим бежим и но стэн шанс реабилитировать себя отлепись ты от своей работы пусть и и и снова в свою жизнь она ждет тебя это она стэн ты отвечаю я поймал тебя стэн ты правда подумал что у тебя есть любящая жена да кто вообще может согласиться жить с тобой я хочу кое-что прояснить я хочу чтобы ты кое-что увидел стэнли давай давай проходи я все тебе расскажу прости но сейчас ты в моей истории и как не уйти да ладно это крайне печальная история смерти человека по имени стэнли 8 это довольно скучный парень у него есть работа на которой ничего не нужно делать и каждая кнопка которую он нажимает это еще одно напоминание о бессмысленности существования стэнли ну посмотри на него кнопки свои нажимает точности делает то что ему сказано делать вот опять нажал на кнопочку теперь обедает а потом вот домой идет и снова на работу из дома может быть кто-то его пожалеет но ведь он сам выбрал такую жизнь но в голове его разворачивались ему фантастические приключения сидя за своим столом стэнли мечтал о невероятных экспедициях в неизведанные об удивительных открытиях новых земель это было прекрасно и каждый его день на работе был напоминанием о том что ничего подобного не случится у еще он фантазировал о своей работе вот как-то раз например стэнли представил что однажды став из-за стола он обнаружит что все коллеги и его босс абсолютно все в здании внезапно исчезли с лица земли эта мысль взволновала его невероятно что поводится на время он представил как вошел в холл с двумя дверьми и потом представил что мог выбрать любую дверь да наконец стэнли мог выбрать и было совсем не важно что там за дверьми сама мысль о том что можно было принять решение самому казалось чудовищно невероятной приготовить ужин бродил по своему выдуманному миру наполняя его множеством путей с конечными целями в конце одного пути у него была огромная круглая комната с мониторами и ручками управления разумом в конце другого пути была желтая линия которая протянулась в множество сторон а еще было игра с ребенком и все это он назвал притчей о стэнли это было такой прекрасной фантазией что стэнли проживал ее снова и снова в своем уме снова и снова отчаянно желая чтобы она никогда не закончилась ведь только в этой фантазии он был свободен разумеется в конце одной из дорожек был ответ как же ему там не быть нужно было только сыграть еще разок так сказать что вы ее любите но ответа не было да и вообще как бы он мог быть в реальности ничего не менялось стэнли только и делал что нажимал на одни и те же кнопки и чем дольше он этим занимался тем более погружался в это и со временем он стал путать реальность с выдумкой пойти спать я пытаюсь вам сказать что в этом мире стэнли лишь наблюдатель и никто больше оставаясь здесь он убивает себя но он ведь меня не послушает и никогда не остановится вот смотрите стэнли следующий раз когда ты увидишь приказ нажать на кнопку не делай этого чтобы прийти утром на работу вы видите он меня просто не слушает на каком еще языке мне сказать ему что каждая секунда проведенная здесь просто убивает его как я могу донести это до него как мне заставить стэнли взглянуть на себя со стороны за чтобы не задавать вопросов видимо все же не как мой способ не сработает но и не я эти правила составлял я просто отыгрываю свою роль точно так же как и стэнли не такие уж мы и разные правда я все же должен 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 еще раз постараться все это ему передать я просто вынужден я обязан может быть сейчас получится может быть сейчас пожалуйста умрите как так если это все restarting то можно принципе на этом заканчивать стэнли никогда не видел чтобы офис был так ярко освещен был или это каким-нибудь знаком он надеялся что да он очень-очень надеялся на это он давайте тогда я думаю на этом закончим тут у нас уже все в принципе поэтому всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал комментируйте все удачи и всем до следующих прохождений игр всем пока пока